18-й том книги «Открытым оком», вопрос номер 3249. Тема «Община». «В вашем уставе сказано, что опоздавшие даже на 7 минут на богослужение обязаны написать объяснительную, как это выглядит и что дает», отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. 19-й том книги «Община». «Объяснительная. За допущенное мною опоздание на воскресное богослужение 1 октября 2006 года. Грех мой начался еще в субботу. Стояла хорошая солнечная погода, и я решила управиться в огороде с малиной после дождливых и пасмурных дней. Время приближалось уже к 3 часам, а работы было еще много. И я стала мысленно себя успокаивать, что ничего страшного, если я один раз пропущу субботнюю вечернюю службу. Господи, помилуй меня. Ну и думаю, что как все управлюсь, то это время, которое должна быть на вечерней, я заменю работой на компьютере, попечатаю проповедь. Так я сама себя успокаивала. Но работы в огороде было так много, что я зашла домой поздним вечером, да еще пока ужином покормила семью, то уже потом едва до постели дотянула. И, конечно же, проповедь не печатала. Мое моление общей суточной молитвы с 4 до 5 утра. Община молится круглосуточно, и у каждого члена общины свое время по договоренности. Я кое-как проснулась без 15,5, и молитву сотворила кое-как коротенькую. Господи, помилуй, чувствовала себя нисколько не отдохнувшей. Хотела еще чуть-чуть поспать, а сама уснула глубоким сном и проспала. Проснулась без 15 минут 7, а в это время я должна была быть уже на остановке, так как через 5 минут отходит в город маршрутка, а другого транспорта нет. Собралась я очень быстро, но опоздала на автобус, и пришлось ехать другим маршрутом. В круговую, через весь город, так как я живу далеко, поэтому опоздала, прибежала, когда уже начиналась служба. Открывал ворота мне Миша. Прости меня, брат, что я оторвала тебя от молитвы, отвлекла и других, пока заходила, пока вставала на молитву, да и звонком всех побеспокоила. Мне очень стыдно, горько и больно, стыдно перед всеми, потому что услышала, как Раиса Николаевна на собрании в воскресенье бурчала себе под нос, что это за безобразие в субботу не ходят на службу. А я-то ведь тоже попала в число таковых. Я ничего не сказала, но ее слова пронзили меня, мне очень стыдно, да и сказать-то нечего, я виновата. Это одно потянуло за собой так много, и грех с маленького, как снежный ком, накрутился. И дома ничего хорошего не было. Я в напряжении прожила всю неделю, грех меня увлек еще дальше. И в конце концов я заболела и пропустила еще одно богослужение. Братья и сестры, простите меня, Господи Иисусе Христе, помилуй меня, грешную Нину, работу твою недостойную. 14 октября 2006 года. Смотрите ее обращение, том 15, страница 78. Послание к евреям, 4 глава, 1 стих. Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Книга пророка Иеремии, 46 глава, 17 стих. Он пропустил условленное время. Уступки делаем самим себе с просонья, попозже встать, списав на выходной. Так неприметно и при стиле тонем, по-старообрядчески залег живьем на дно. И самооправданием оглушаем совесть, причин выискивать, того не занимать. По облегченному режиму наезжает осень, след заметет грядущая зима. Шкалу и планку леностью занизить нам ничего не стоит по привычке, и потому бредем, не надрывая жилы, в конце же пустоту уже прозревшей сыщем. Мы с этим свыклись, так, мол, все живут. Зачем выпячиваться, лезть нам на рожон? Так и жует навоз рогатый жук, безверием тяжким с детства поражен. Пустопорожнее и без страха пересуды. Рот критиканством переполнен с дури. Селятина, щепа, несет ее покуда, так и закончатся плевки по старым урнам. Блаженство на подходе к тем, кто жаждет возвышенного чистого святого. Кому помочь прислушается жадно. И спросит силу и милости у Бога. Неправда в церкви или в государстве такого жжет, покоя не дает. Не скажет он, что не пробить напрасно. Ему хотя бы шаг, но только бы вперед. И в старости столь сочный, плодовитый, не верят, что ресурс пришел к концу. Текут слезами жаркие молитвы. Он каждый день готов предстать на суд. События в дому, на мировой арене, болезни, неудачи и потери. Таких подхлестывают боли к смирению. Делами бескорыстно украшать бы веру. 7 августа 2006 года. Игнатий Лапкин.